ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Внимание, правда, сейчас будем обсуждать. Смотрите, из пенсионного фонда, сегодня что, у нас вторник? Вторник. Ну, я так понимаю, что в эти выходные, что ли, получается, а? В эти выходные, в эти выходные. Смотрите, что происходит. Украли 1 миллиард 250 миллионов рублей из пенсионного фонда РФ. Это же и материнский капитал, это же и пенсии. Приходит человек, внимание, это нужно обсудить. Напрягитесь, пожалуйста, вот финансисты, кто понимает в этом. Приходит человек в пятницу вечером, выписывает как-то там фальшивые овизовки, вот эти, да, как обычные. Секунду, я должен вам прочитать. А, нет, да, в понедельник была. За два дня гигантская недостача обнаружена в минувший понедельник. То есть вчера обнаружили, а в пятницу пришел человек. Вот сейчас, сейчас, на ваших глазах. Смотрите, через Банк России за считанные часы писали 1 миллиард 250 миллионов рублей. Секундочку, секундочку. Причем известно назначение записали никуда-то, то есть они исчезли никуда-то, а в заграничные офшоры. Они офшоры, все размыли, все за выходные размыли. Значит, кто приходит? Приходят платежки в пятницу вечером в ЦБ, дядечка. Он выдает себя за сотрудника пенсионного фонда. Он предъявляет финансовые документы, подложные, но очень похожие на настоящие. В ЦБ приходят. К вечеру в пятницу. В пятницу же их выводят. Их выводят на один из небольших региональных банков. Это как бы идут деньги в регион. Этот банк успевает в пятницу же деньги откатить куда-то за рубеж. Понимаете, да? За рубежом у нас кто работает в субботу? В субботу работают арабы. Значит, в субботу эти деньги носятся, как бешеные по банкам. В субботу отмываются. В воскресенье они продолжают свои движения. В воскресенье кто у нас работает? Открывается Израиль. Уже евреи тоже. Значит, в воскресенье работают и арабы, и евреи. В субботу работают арабы, насколько я понимаю. Значит, эти деньги моются не в Европе и не на Дальнем Востоке, где банки отдыхают в субботу и воскресенье, если я правильно понимаю. Их где-нибудь катают по Дубаям. А в воскресенье, если в этом все еще есть нужда, я не думаю, кстати говоря, можно уже подключать и Тель-Авив, в принципе, если надо. Вдруг, почему-нибудь. Ну, вряд ли. Вряд ли, потому что это усложняет схему и существенно усложняет схему. Да? Значит, в субботу и воскресенье они все уже отмыты или нет. Их можно найти или нет. Пострадает ли выплаты пенсионерам и материнский капитал или нет. На каком уровне организовано это похищение, как вы думаете? Должен быть сотрудник пенсионного фонда, ведь правда? Должен быть человек, который точно понимает... Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей украдено в пятницу вечером. В эти выходные один миллиард двести пятьдесят миллионов пенсий и материнского капитала размыт, очищен и ручейками, струйками всевозможными укатил в офшоры. В понедельник утром хватились денег. Вот вам ситуация. Погнали. Финансисты. 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. Обсуждаем. Алло, здравствуйте. Алло. Три вопроса я буду задавать. Пострадал ли... Пострадает ли... Пострадают ли выплаты? И что сделает государство, по вашему мнению? Пострадают ли выплаты? Второй вопрос, который я задам вам, это как прячутся такие деньги? Можно ли их найти? И третий, на каком уровне была проведена организация? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Попов, господи. Александр из Москвы. Да, здравствуйте, Александр. Не знаю, мне трудно ответить на первый вопрос, потому что я не знаю, как формируется бюджет пенсионного фонда. Скорее всего, он пополняется за счет Минфина и прочего. Да, смотри, извините, Центробанк должен быть в доле, пишет нам насквозь в очер. Сейчас все работают через клиент-банк, никаких бумажных платежек не может быть. Нет, насквозь в очер. Пришел физический человек, который принес физические бумажки. Так бы лодит, да. Это правильно. Нет, может быть и интернет-банк, и физические. Конечно. Там нет различий. Конечно, конечно. Но я не знаю, как они отмывали выходные, потому что если деньги в доллары, то... По Дубаям. А, стоп, правильно, стоп. Америка должна была прокатить хоть раз, конечно. Да, по этой причине найдут. Найдут, думаете, да? Да, я думаю, найдут. А они могли здесь как-нибудь перекатить этот миллиард в доллары и уже дальше в Дубаи кинуть? Да, но выходные не могли двигаться с счетов, поэтому если найдут... Так, напрягаем криминальное сознание. Криминальное сознание. Спасибо, Александр. Александр говорит, что его криминальное сознание не позволяет это сделать. Вот он бы не смог бы, а они смогли. Вот как? Ну, надо тонкости знать. А рабы... Кайтницу вечером до скальки можно... Я знаю, извините, совсем короткая вставка. Я знаю, что через арабов за самые-самые подозрительные деньги, самые подозрительные деньги можно отмотать и отмыть за 20%. Ну, вопрос уже не в подозрительности, а в сроках. Вот человек усомнился в том, как они по времени смогли организовать. Правильно. Потому что он говорит, конечно, они должны были через корс-счет американский пропустить. Все доллары на планете ходят через американские корс-счета, понимаете? Да-да-да-да-да, но вы не можете послать деньги, вы можете послать отсюда деньги в Лихтенштейн. Пожалуйста, не вопрос, только они пойдут через корс-счет в американском банке. Что вы говорите? Да, да, как вы думаете. Мафия вся закольцована на США, естественно. Подождите, давайте вот, говорят, подложенные о визе, на самом деле большинство ничего не понимает. Могли или нет, внимание, а может быть, могли же, наверное. Подождите, подождите, Александр, мы с вами упустили разницу во времени. Он приходит после обеда, смотрите, кидает, мгновенно договаривается с ЦБ, чтобы 1 миллиард 250 миллионов рублей откатили куда-то в региональный банк. Мгновенно сейчас, да, например, в 3 часа дня. В 3 часа дня, внимание, в Америке с 7 утра в это время. Значит, там, в этом банке, там, в этом банке региональном, этих денег ждут трепетно. Люди просто по клавишам, понимаете, землю роют скакуны, копытами топчут, ну вот, пританцовывая. Они упуляют в Америку. Нужен свой человек в Америке или нет? В 5 часов вечера в Америке 9, они открылись. Так? У них еще пятница, у вас уже вечер пятница, у них утро пятницы, верно? Значит, можно через Америку пропустить, я думаю. Если, почему нет-то? Ну, можно. Вы знаете, почему нет? Там пишет человек, Михаил пишет, почему приняли бумажные платежки. Да почему? Потому что, наверное, человек ждал. Вот Михаил, видимо, знает, что обычно уже это подозрение вызывает. А сквозь в очередь опять. Значит, была договоренность подкуп работников ЦБ. Которые тут же перевели, а там дальше уже. Смотрите, в Штатах тоже на через сутки обычно не так все это пулей делается. В Штатах тоже нужен человечек, который все это сделает в одно касание. То есть это должно просто, понимаете, как теннисный мячик отлететь. То есть я думаю, что в идеале в Штатах нужен человечек, который не будет... А обычно через Штаты все это переваливается, все равно уходят часы, не знаю, понимаешь, да? Значит, в Штатах нужен человечек, в ЦБ нужен человечек, в пенсионном фонде нужен человечек. Правильно? Или нет? Или нет? 7-8-8-107, 7-8-8-107-0. 7-8-8-107-0. А, мы должны разлучиться на минуту. Через минуту вернемся. LifeNews.ru выложил сегодня утром сенсацию. Из пенсионного фонда в эти выходные увели 1 миллиард 250 миллионов рублей. Это ваши пенсии, это ваши материнские пособия. 1 миллиард 250 миллионов рублей увели люди, которые... Пришел дядечка такой вот, понимаете, видится мне какой-то человек в шляпке такой, знаете? Вот, поправляющий очечки. Он пришел с фальшими... В черных очках. Нет, не трожьте коровьего. Фальшивое платежное обезо. Преступление. Он принес в ЦБ после обеда к вечеру. Фальшивое платежное обезо из ЦБ увел со счетов пенсионного фонда 1 миллиард 250 миллионов рублей. За выходные их раскатали. Для того, чтобы катать все это в выходные, нужны арабские банки. Арабы работают дальше, но нужно, чтобы все это прошло через Америку. Миллиард. Думаем. А, что? Вы хотели объем накопления? Вот я нашла... Ну, какая часть? Ну, не, 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 не важно. Не важно, чертовски много. Поехали. 7,880, 7,0. Чертовски много, и мы хотим узнать... Ах! Удивили. В годы Ельцина это было нормой. Нет. Нет, Макс, это не было нормой. Таких сумм не было. То есть такая схема была, но сумм таких не было. Сум не было. Сум не было. Не надо. Послушайте еще раз. 1 миллиард 250 миллионов рублей за один вечер. Дядя приходит и списывает из ЦБ просто как божий день. Понятно? Нет? Непонятно? Банковскими расчетными системами. И могу сказать, что гонять через арабов особо и не надо. Чтобы эти деньги не нашли, надо, чтобы они были замкнуты на какие-нибудь активы. Извините, Олег, я знаете, почему сказал про арабов? Потому что в субботу-воскресенье пулялись. Ну, на самом деле, разница во времени, про которую вы говорили, она достаточно существенна. В Америке можно эти деньги прогнать 10 раз туда-сюда. За пятницу. С различными банками. За пятницу. За пятницу. Время от времени пуля их куда-нибудь в BVI и назад. Да нет, непринципиально. Если деньги остались в безналичном виде, их все равно можно отследить, куда бы они не ушли. Они должны уйти либо в ценные бумаги, то, что можно в руках подержать, и передать другому лицу, либо в наличные деньги. Вот. Вопрос. Кто 40 миллионов долларов наличными выдаст? Да? То есть надо договариваться где-то либо в Америке, либо в Европе, либо у тех же самых арабов, которые... Либо на Карибах. Либо на Карибах непринципиально, которые эти деньги обналечат. Вы думаете, в Америке это реально? Или скорее арабы или Карибы? Я думаю, что в Америке любая транзакция с высшим какой-то суммой, 20 тысяч долларов, она тут же там расследуется. Конечно. Учет и так далее. Конечно. Мы бы с вами не светились в таком деле. Нет, в ФРС они очень серьезно на этом отношении работают. Деньги уходят куда-то вот из Америки однозначно. Потом не обязательно, что в долларах хранить. Можно с потерей курса все это сконвертировать в какую-нибудь другую валюту, да, и получить там, не знаю, в арабском... Хоть бы и в динары, хоть бы и в динары, какая разница? Не принципиально. Да, скажите, а здесь, в России, кто им нужен был для того, чтобы дяденька пришел с фальшивками, с фальшивыми платежками в ЦБ? Ему нужен был человек в ЦБ? В ЦБ, значит, как правило, в 99 случаях стоит банк-клиент, да, то есть все эти транзакции ведутся в электронном виде. Если приносят на бумажном носителе, ну, как минимум, операционист ЦБ должен был поинтересоваться у клиента. А что случилось? Почему у меня... Что случилось? Конечно. Что случилось? Выносите мне бумажку. То есть кто-то должен был из пенсионного фонда сказать, да, все нормально, мы отправили курьера, он тебе привезет платежку. Так, значит, нужен кто-то в пенсионном фонде авторитетный, кто сказал ЦБшнику, либо ЦБшный операционист, который просто не задает вопросы, понимая, что не время сейчас задавать вопросы. Это да. Потом необходимо еще злоумышленникам иметь либо доступ к оригинальной печати, оригинальным подписям, чтобы поставить на потешках, либо иметь их образцы, чтобы изготовить фальшивку. Значит, человек из пенсионного фонда в любом случае нужен? Который, например, который уволился оттуда полгода назад? Ну, который мог снять отец в печати и посмотреть, знать, какие подписи в карточке с образцами подписей ЦБшнику сейчас находится. Да, да, да. Ну и что думаете, найдут, деньги вернут и всех поймают или нет? Ну, смотря, что там с деньгами сделали. Зачинщиков здесь могут быть, найдут пособников, кто это все организовывал, если они уже не сбежали. Потому что было два дня, чтобы убежать за границу. Ну да, они уже, конечно, роскошный, превосходный аэропорт Борисполь под Киевом, превосходный аэропорт Минска. Это очень легко, например, вычислить одного человека из пенсионного фонда, который на эти выходные уехал. Который поехал в Белоруссию? Да, да, значит, он виноват и все. Не знаю, может, он за сальцем поехал к мамочке. Подождать, если он не вернется, значит, это он точно. И брать его тепленьким. Да, но он однажды обнаружился в Парагвайе с гитарой и в сомбреро. За ним нужно уже. Совершенно с другой фамилией, понимаете? Спасибо, Олег, спасибо большое. Значит, смотрите, вопросы остаются, кто им нужен был из пенсионного. Секундочку, вы не забыли, что еще надо купить доллары за эти рубли, пишет нам Андрей? Ну да, ну да, смотрите, все, там, на что обращает внимание издание сегодня, Life.ru выложил эту историю, что там филигранно, потому что множество потоков, друзья, поток был не один, никто не гонял вот так вот по ярду. Миллиард 250 миллионов. Там вдруг, но все сработало как часики. Приходит человек, все работает как часики. Один миллиард 250 миллионов списывается, уходит в регион. Это последний раз, последний раз, один миллиард 250 миллионов. Эти деньги потом были разлучены. Они друг с дружкой. Они пошли дальше мириадами тоненьких ручейков. И все работало как часики, пишет издание. Вот в чем, вот что поразительно. Потом опять разными тонкими ручейками утекает за рубеж. Все это не идет одним в 40 миллионов долларов платежом, нет. Все это идет каким-то вдруг массивом каким-то большим. Понимаете, утекает туда. Там нужно отбиться от корреспондентского счета в американском банке, да, Бонни, пожалуйста, не Бонни, пожалуйста, Дойче Банк Нью-Йорк, пожалуйста, Дойче Банк Америка и так далее. Чего хочешь, пожалуйста, там навалом таких банков, через которые нужно пройти через корс счет, да, и этот самый, и назад куда-то укатиться в такие места, где деньги можно... Да, большая, как говорил Яковлев, большая работа проведена. Большая организационная работа проведена, конечно. 78870, банкир, расскажите нам, пожалуйста, когда эти деньги найдут, найдут ли, почему их найдут, почему их не найдут, и кто нужен был для организации этого воровства в эти выходные. Алло, здравствуйте. Добрый день, Игорь, это Вольф Кмессинг, это новый, новый пророк. Вы думаете? Да нет, я показал просто пустую бумагу, а никакого не везу. Мессинг, блядь, спасибо. И не даром этот сериал как показывают. Спасибо. Это неспроста. Спасибо большое. Он пустую бумагу никакие не везу просто. Это был Вольф Кмессинг, и все, новый пророк. 78870, еще, еще звонок. Послушайте, потрясающая история, правда же? Один миллиард двести пятьдесят миллионов. Я так понимаю, что это двадцатая часть накопления пенсионного фонда. Ну, это серьезная часть накопления. Вообще, это очень серьезные деньги, чтобы было понятно. При Ельцине столько не грабили, опять, чтобы было понятно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас звать? Денис. Да, Денис. Ну, во-первых, вы забыли историю, по-моему, если я не ошибаюсь, с чеченскими алисовками. Да, да, да. Их было много, но это не было так вот. Много, и, правда, тогда было времени больше на все это, поскольку механизмы были проще. А сейчас, мне кажется, ну, во-первых, есть две проблемы. Совершенно правильно сказали про конвертацию. Да. То есть, я думаю, что если это какой-то региональный банк, ну, непонятно его размер, но, тем не менее, да, то есть у него, соответственно, пусть это расходит там множеством потоков, но все равно должна была пройти конвертация, чтобы уйти в офшоры. Если это доллары, если это ММВБ, естественно, то потом непонятно, под какие контракты все это уходило, пусть даже многочисленные. Либо это второй вариант, это фондовый рынок, соответственно, ММВБ, РТС, там слоп через офшоры тоже. То есть, это, если это фондовый рынок, то это достаточно серьезно, 400 миллионов долларов, да? 40, 40, 40? Посчитайте, разделите на 30 миллионов. Давайте. 1 миллиард, это 40 миллионов, да? Да, это 60 миллионов. А, Денис? Да. Ну, там, 40 с чем-то, да. А, да, 40 с чем-то, да, 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 да. Хорошо, да. Хорошо, давайте уводим дальше. Значит, мы должны были как-нибудь докатить их до Америки, у которой еще пятница утром. Я правильно посчитал, да, в уме, потому что приехал. Как, как, там, там утро. Нет, дальше, дальше, да, есть проблемы, конечно же, безусловно, потому что нужно понимать, каким образом оперативно проводить, то есть даже через корреспонденты. Ну, понятно, что в корреспонденте ни у кого вряд ли, то есть наверняка ни у кого нет связи, это достаточно серьезно. Ну, а сколько в корреспонденте времени потратится? Нет, Америкинский банк не пойдет на то, чтобы даже, так сказать, там, какому-то важному клиенту, там, что-то такое проводить быстро. Ну, ну, сколько? Часы, часы, нет, ну, хорошо, 4-5 часов в корреспонденте отлежат деньги, но не больше? Ну, да, но потом мы же должны понять, что транзакции, тем более, если множественные, да, то там задействовано множество банков, то есть это нужно, как бы, эта машина должна работать. Представляете, почему у них сработало? Вот почему у них сработало, а у хороших? А как что сработало? А как что сработало? Деньги, так сказать, могут находиться где-то, то есть они ушли, конечно, со стороны, наверное, да, но они могут находиться в каких-то, вот, так сказать, точках, которые еще досягаемы. Ага, то есть часть, может быть, еще можно половить. Ну, да, если только они не ушли, как было правильно сказано, через какие-то, так сказать, там, инструменты типа рыночных облигаций, да, там, на предъявителе или там вексель или еще что-нибудь в таком духе. Нам с вами, нам с вами задача была за пятницу выкатить из Америки, выкатить корабом куда-то, и все, дальше у нас суббота-воскресенье в Дубаях. Там уже можно туда-сюда крутить. Ну, это сложно. Сложно, 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 сложно. Но они, ну, почему, скажите, пожалуйста, Денис, почему у хороших нихрена не получается, у плохих все время все получается? Почему так, а? В чем урок? Ну, урок в том, что, видимо, заинтересованность есть вокруг везде. У плохих? Поэтому и получается хорошо, да. У плохих все получается. Ребят, ну, правда, я всю жизнь хочу быть хорошим больше. Я все время хороший. Еще хуже. Стоит мне что-нибудь плохое сделать, как меня тут же волокли к Забучу. Я все время хороший. Ну, у плохих все получается, у хороших ни черта не получается. 9.26, поехали дальше. Ура-ура, мы едем дальше с Анастасией Аножко, и мы разговариваем о всяких аферистах, дивных людях. Мы, кстати говоря, теперь вот получили новости, потому что РСН, Русская служба новостей, стала звонить в МВД. В МВД теперь говорят, что, может быть, это 1 миллиард 250 миллионов рублей. По ошибке списали со счетов. Ну, так вот тоже бывает... Ну, где-то... За клавишей застряло, ну, и там... Да, 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 да. Ну, может... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это наш слушатель Носквозь Уотчер. Скажите, а вы вот думаете, по ошибке могли... Можно, Сергей, просто? А могли просто по ошибке списать? Нет, исключено. Почему? Исключено, потому что такие вещи, во-первых, проверяются. Во-вторых, там персонифицирована ответственность за такие вот проводки. Ага. То есть, во-первых, уже тот, кто имеет доступ к управлению курсчета... Да. ...вот там это все шифруется профессионально. Ну, есть такие механизмы. И вот эти ключи шифрования, они закреплены за каждым человеком персонально. Скажите, а почему теперь ГУВД начинает отъезжать потихонечку? Что случилось? Паника? Они теперь будут наверх докладывать, что случилось? Дело в том, что они, конечно, в панике, потому что это позор. Это позор, и это явные указания на наличие коррупции. Мы в ЦБ звоним? И в ЦБ тоже люди говорят. Это вообще не мы, это вообще не про нас, да у нас вообще ничего не... А да сроду никогда, и вообще не надо, и там тоже какой-то такой легкий шорох такой, знаете, такой ужас. Вот. Вообще-то, по-хорошему, эти деньги должны все лежать на счету в здании, которое не длинное, 12. Ну да. То есть это именно там курс счета рублевого как такового нет. Это должно быть федеральное казначейство. Вот эти счета. Типа там 401, балансовый первого порядка. Да, 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 да. Вот. И оттуда провод дается уже, ну что ли, непосредственно. Есть так организация МЦИ, Межрегиональный центр информатизации. Здание на Неглиной, 12, которое в рамках скромности окружено мириадами Toyota Camry. Они на Camry ездят. Да, именно так. Но реально деньги вот электронные уходят за здание, которое находится по адресу Житное. Ладно. Слушайте, я сейчас веду программу, и дико занят. У меня все руки и все ноги непрерывно втыкают разные кнопки. Потом я посмотрю насчет вашего 22-го. Я отработал в этой системе 15 лет, если что. И именно в должности исполнителя непосредственно этих платежей электронных. Я знаю. Правда, я бывал там у вас у Герасченко и у мадам Парамоновой. Нет, я там не в этом здании. А, не в этом, да. Я в точном коммерческом банке отрабатываю. Я имел обыкновение хвалить наряды мадам Парамоновой и пить чай. Да, и так далее. Ну вы отлично. Парамонова главный грабитель банков. Она жила резервирование как средний остаток по дням. А с виду совершеннейшая баба. В хорошем смысле этого слова. Нет. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо. Насквозь в очередь, а? Я, что он... Не та Парамонова, которая у Галича. Помните у Галича, которая была, товарищ Парамонова? Когда моя кисонька вся стала белая. Помните? Как вы видели? Нет, поняли, поняли. Не та, да. Хорошо. Послушайте. Дальше двигаемся. Следим за этой новостью. Внимательно следим за этой новостью. Обещаем вам. Клянемся и все такое. Она пишет, что это не по факту не деньги пенсионного фонда, а бюджет. Поэтому пенсионный фонд, собственно, не очень сильно пострадал. И, возможно, все вообще за... Да вообще никто не пострадал. Послушайте. Откашляют, и дальше пойдут. Если у России украли 1 миллиард 250 миллионов долларов, то, возможно, вообще никто не пострадал. Представляете? А людям приятно. Вот это уже... Понимаете, укус комара. А? Настенька, 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 хочешь 40 миллионов долларов? Очень хочу. И никто при этом не пострадает, Настенька? Вообще никто. А? И ГУД будет говорить, что это была ошибка. Просто ошибка, Настенька. У них ошибка. У них никто не пострадал. Как с утра позавтракали они бутылкой пива, так и завтра позавтракают бутылкой пива. Понимаешь? А у тебя 40 миллионов. Ну, пойди плохо, а? Ведь никто не пострадал. При этом. Слушай, еще. В Москве... Секундочку. Несколько вещей. Я хотел сказать про движение. Потому что люди... Тут драматические, совсем страшные вещи нам говорят про Таганку. Значит, на пересечении... А? Что там? Ну... Там авария, что ли, какая-то? Нет. На Таганке внешне... Секундочку. Значит, на пересечении Нагатинской улицы и первого Нагатинского проезда, видимо, или проспекта, тут прррр, разлит бетон. Неслава, неслава, неслава. Разлит бетон, и можно по хлюпающему бетону покататься. Пока счастье, счастье. Можно постоять, посмотреть, как скоро он за... Еще. Совсем нехорошо, 39-й пишет. Совсем нехорошо на внешнем садовом под Таганкой. Стоим в мертвую, стоим совсем. 39-й пишет, у Таганка. Внешнее кольцо, там же в сужение надо въезжать. Нереально все стоит. Ну, верхом же надо, верхом прорывайтесь через площадь. Через бетон-то? На Нагатинский бетон. А, это спокойно. Конечно, бетон разлит. Да, конечно, бетон разлит. А еще в Шереметьево ночью возили ракетные двигатели. Тоже осторожно, кто там едет. Да, ракетные двигатели. Перегораживали Ленинградку ночью. Возили ракетные двигатели, которые отправляют на Русланах в Америку в самую. Аж не в самую Америку отправят, конечно. Они у нас покупают ракетные двигатели? Они у нас покупают ракетные двигатели. Да, 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 да. Совсем зурели. Ага. Ну, да. Вместе с Протен-Уитни мы делаем ракетные двигатели. Ну, мы что-то им делаем, а потом Протен-Уитни делают из этого ракетные двигатели. И потом это представляется на мыс Канаверал, и вот туда улетает, уже следов не сыскать. Так этой ночью возили взад-вперед их в Шереметьево и в Шереметьево. И все перегораживали. Значит, в Москве убиты шестеро студентов, на которых были оформлены фирмы-однодневки. Возвращаемся к махинациям. Это комсомольская правда. Сегодня не случайно или случайно. Публикация, которая... Так там и после туннеля все стоит. Так что верхом не поможет, пишет 39-й. Ёлки. Может тогда съехать куда-нибудь в Благовещенск или в Калугу? Не поможет, я понимаю, а что делать? А что все в Москву? Да, вообще непонятно. Зачем? Да, мы сейчас с вами договоримся про Москву. И питерские, чего они понаехали? Нерезиновые, да-да. Да, Москва, Нерезиновые. Ждали вас тут. Настенька приехала из Питера. Ждали вас тут. Я не одна приехала. Что? У нас тут таких с многим. Да? Хорошо. Слушайте, в Москве убиты шестеро студентов, на которых были оформлены фирмы-однодневки. Через подставные кампании отмывались преступные милы-ли-арды. А зачем их было убивать? Зачем их было убивать? Зачем их было убивать? Потому что нельзя уголовное дело открыть, если нет человека, который подписывал, и физически нет трупа. То есть их убивали. Значит, смотрите какая-то схема. Эта милиция ходит сейчас в департамент экономической безопасности МВД и расскажет одну интересную и нужную вещь. Значит, студенты гуманитарии иногородние, не москвичи, прописанные, значит, где-нибудь в колхозе имени 22-го портсвезда. Пенза какая-то еще чего-то в этом роде, города, которых не существует, но мы верим, что они есть, неважно. Слушайте, значит, и оттуда люди как будто бы приехали в Москву. Да. Их искать по месту прописки и так далее, все это трудно. На них вешают предприятия. Ну да, платят тысячи рублей. Прописка у него, колхоз имени 22-го портсвезда под Пензой, понятно, да? Да. Значит, на нем 50 предприятий, через него катают миллиарды рублей туда-сюда. Да. Потом человека этого закапывают где-нибудь между Брянском и Калугой на пашню, на пашню, на южный склон, чтобы хорошо лежалось, как говорится, почетный южный склон. Ну вот, а потом закрывают, ну не закрывают, а бросают эти фирмы. Если нет человека, физического человека, то против кого возбуждать дело-то? А дело-то по какому поводу возбуждать? А потому что фирмы преступные. То есть они сначала через них катают довольно большие деньги, после чего, ну, говорят МВД, может, МВД специально пугает студентов, чтобы студент боялся, гад такой, чтобы, понимаете, в чем дело? Студент дает свой паспорт для того, чтобы им воспользовались для фирм-однодневок, которые катают наличку и так далее, разные другие плохие вещи делают. Правда же? Хотя трудно предположить, что наличка плохая. Наличка очень приятная и, безусловно, душистая вещь. Ну вот, слушайте, значит, но Департамент экономической безопасности МВД ходит сейчас по вузам и рассказывает студентам, типа, студент, не отдавай свой паспорт, не заводи на себя однодневок, ибо убьют тебя, как вот этих шестерых. Шесть студентов убитых, насчитал Департамент. Может быть, я не знаю, может быть... Я думаю, я думаю, с тех пор, как Каин завалил Авеля, я думаю, на Авеля были оформлены однодневки какие-то, видно, мамаши. Это должны, по исследованию вашей логики, должны быть всех студентов, которые давали свои паспорт. Склонная к криминальному промыслу мамаши, снюхавшаяся со змеем, так сказать, там все. Нет, серьезно. Ну, шесть студентов убито, всем ходят и тычут в лицо фотографии. Видишь, каким он парнем был, красавчик и все такое. Нашли его под Калугой где-то в полях и так далее. Понимаете, из Пензы сам он. Под Пензу-то не повезли, не потрудились. Скажи, если это неправда, все равно правильно сделают же, правильно? О, Господи, это правда или неправда? Кто участвовал в этих делах? Расскажите нам, пожалуйста, расскажите нам, если вы участвовали в этих делах, или слышали про такие дела, или вскрывали такие дела, будучи милиционером. Ходят сейчас МВД по вузам и убеждают студентов не делаться директорами. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Как вас звать? Людмила. Да, Людмила, прошу вас. Знаете, вы все вот три новости последние, когда высказали, и этот полный ряд выстроился, как будто в ту цепочку, которая случилась сегодня со всеми деньгами. И возили не ракеты, а миллиарды рублей туда. Это уже возникло. Да, правда. На зрение. И потом всю эту цепочку убили. Спасибо вам, Людмила, правда. Смотрите, перегораживали Ленинград. А это у меня криминализированный ум подсказал. Спасибо вам огромное. Мой криминальный инстинкт столь недоразвит, что мне в голову это не пришло. Нет, а я тоже подумала, но постеснялась. Слушайте, сегодня перегораживали ночью Ленинградку, чтобы в Шереметьево отправлять гигантские, какие-то нереальных размеров контейнеры. Значит, Людмила считает, что ребят... Ребят говорит, что вы гадаете, ребят. На малютах вывозили в Америку. На Русланах вывозили в Америку просто тоннами и так далее. Понимаете, в чем дело? И это действительно... Где кинематографисты? Нас слышит кто-нибудь из великих мэтров кинематографии. Вот же где, правда? Да. А на самом деле это не были ракетные двигатели. Ну, один-два разве что. А на самом деле это были 788-107-0. Студенты. А, нам же надо разлучиться на минуточку рекламы. Упс. Погнали, погнали, погнали. Нам пишет Денис Санц, что не убивают директоров однодневок. Наоборот, их очень любят. И это неправда, что их убивают. Специально выращивают. И специально их выращивают. Да, их пестуют, я бы сказал. Их пестуют птичьим молоком где-то выкармливают. Хорошо. 788-107-0. Может быть, кто-то есть выживший директор фирмы однодневок. Позвоните нам. 788-107-0. Если вы выживший директор фирмы однодневок, 788-107-0. Позвоните телефон в студии. 788-107-0. Расскажите нам, если вам предлагали такую услугу, то есть побыть каким-то директором. 788-107-0. Если вам не предлагали... А если вы ловили таких однодневщиков, будучи милиционером, тоже. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Я сам такой ерундой не занимался. У меня просто знакомые были, вот рассказывали. Да. Там, короче, вот я конкретно не знаю, приблизительно скажу. Там, короче, не директор, а человек, работающий в банке. Да. Не знаю, какой должность занимает, но не мелкий. Вот. И он пропускает через них, они договариваются на проведение каких-то либо денег. Ага. И снимают, чтобы их потом получить. Вот люди оформляют, ищут других людей, оформляют на них вот эти вот фирмы-однодневки, переводят, например, 20 миллионов рублей. С этого они имеют 4 миллиона. Сколько они ему дают, я не знаю. Остальные деньги он отдает тому человеку, кто сделал в банке это. То есть обналичка, это через наличку пропускается, правильно? Да, да, да. А он получает какой-то маленький свой процент скромный, что позволяет жить, ну, нормально жить и все, да? Ну, вот в районе 200 тысяч они отдают сразу человеку, который оформляет на себя это. Милиция рассказывает о том, что их потом убивают. Вы думаете, это просто страшилка? Ну, я не думаю, что это страшилка. Если большие деньги посадили за это... Там вот 16 миллиардов через какие-то фирмы пропускали, а потом человека сыскали в полях где-то, его закопали. Да, я слушаю вас. Ага, прикопали, его чуть-чуть прикопали, видно, так сказать, аромат пошел потом уже и все, и нашли. Ну, видимо, да, видимо, да. Кому-то это надо. Да, спасибо. Вот видите, мнения разделились, товарищи. Есть мнение, что это страшилка, что милиционеры нарочно ходят, пугают студентов, чтобы они, значит, вместо того, чтобы деньги зарабатывать, там Гаудауму Синквитур пели. Кроме студентов еще паспортажа, еще пенсионер дают. Надо только идти по квартирам, навести работу. А они, значит, мне в этот момент деньги хотят. Смотрите, Московское медицинское училище номер 21, рекордсмен по однодневкам. Да. Ага. Московский технический университет связи и информатики МГУ имени Ломоносова. Во. Нами. Плешка. Плешка. Голубушка. Я думал, как без нее-то, господи. Чтобы подумать. Плешка, конечно. Московская физико-техническая академия. МГАФТ. Мы не знаем такое. Они, наверное, думают, что они делают первые свои шаги в бизнесе. Вышечка. 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 Рассадник либерализма. ГУ. ВШ. Вышка. Вышка там. МЕМ. МГУПИ. И так далее. Как только вы поймете, что стали заложником в игре мошенников, использующих ваш паспорт в криминальных целях, звоните 02 с просьбой соединить с отделом ДЭБа вашего УВД или заполните письменное обращение на сайте. А что грозит потом? ВВВ МВД РУ. Ничего не грозит. Тебя закопают только менты теперь уже. Понимаете? Так тебя бандиты закопают, прикопают под калугой, пока не завоняешься. И уже колхозники не начнут на нос прищепки вешать. А так менты прикопают где-то. Ну, может, понадежнее прикопают. Я не знаю, что тебе грозит. В общем, идите на www.mvd.ru и спрашивайте, как вас прикопают тогда в этом случае студенты дорогие. Еще. У нас на валом новостей. Смотрите, время 9.50. Уже надо... Знаете, как сегодня будет... Да что ж сегодня я предвкушаю эту кичливую развязанность, с которой Лев Быстров будет рассказывать. Он вчера 4 с лишним процента сделал. Понимаете? Значит, смотрите. Суд санкционировал арест крупных чиновников в Шереметьевской таможне. Мы вчера разговаривали об этом. Но сегодня есть некоторые подробности в российской газете. Мне понравилось. Ходокова... Ходокову... Это женщина. Ходокова и Лавриков. Это Лавриков мужчина наоборот. Их в конце смены взяли 12 ноября, когда они делили заработок за сутки свои, за смену. Они на смену встали. Сколько там было? Десятки тысяч рублей. То есть непонятно, сколько это десятки тысяч. Десятки тысяч рублей. Ну, понятно. От 20 до 100, стало быть. Правильно? Если десятки, потому что дальше уже идут сотни. Верно? Значит, они делили от, грубо говоря... До 190. От 666 долларов до 3000 с небольшим. Понимаете? За смену делают таможенники. А вы говорите, плохо живут люди. Что же? Я вот... А им, видите, дали доработать до конца. Им дали до конца смены доработать. Конечно. Для статистической отчетности. Потому что интересно было, сколько они за сутки срубают. Они срубают за сутки десятки тысяч рублей, которые потом на столе, развалив, как если бы они работали в Центр-Избиркоме, развалив на столе... Можно сказать, перерабатывая. Рабочий день окончен. Уже когда рабочий день окончен, они, развалив на столе, будто они Чуров с Вишняковым и так далее, значит, они начинают эти самые... Вы думаете, они раскладывают сначала по номиналам, а потом количество. Нет, а потом по цифрам, по номерам, а потом, чтобы лицо к лицу было, чтобы фотографии к фотографии. А как же... Понимаете? Это вам пасьян, самый приятный пасьян из всех пасьянцев. Если бы по 500 евро, я думаю, было бы еще приятнее. Правда же? Отлично. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Я предвкушаю, предвкушаю и давно предвкушаю с каким торжеством, с каким, может быть, кичливым торжеством будет с нами разговаривать, с нами, со смердами. Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС, который легко и непринужденно вчера побил рекорды все на свете. Здравствуйте, Лев. Доброе утро. Прошу вас, да. Не очень легко, конечно, и непринужденно, но действительно... 4,39. 4,39 в плюсе, ну что? Да, годовой максимум мы вчера, конечно, взяли, 1481... И мы взяли по золоту, смотрите, 1138 вчера, я вижу. Да, и, соответственно, но на вечерней стессе у нас все-таки пошло небольшое снижение, как бы так сказать, даже учитывая то, что Америка продолжала рост, на вечерке у нас попытались игроки зафиксировать прибыль, в росте только в полпроцента показывают Норильский Никель и Преф и Сбербанк, а остальное все снизилось до 2%. Я смотрю, второй шалон чуточку откатил, ну как бы зафиксировался тоже. Да, конечно, не могли не зафиксировать, в том числе сегодня, если смотреть на рынки, у нас получается, что Азия торгуется в минусе, небольшую тенденцию снижения показывает нефть, и доллар укрепился немного, соответственно, сегодня также, скорее всего, ждем с утра продолжения фиксации прибыли. То есть вы откатитесь на полтора процента? Ну, где-то так, скорее всего. Ну, отлично. Лев Быстров предвещает откат на полтора процента. Пытаюсь пришить скорее в это. Спасибо, Лев, хорошего дня. Хорошего дня. РТС. 9.54 в движении. Подъем. РУССКАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ В ДВИЖЕНИИ 9.54, почти 9.55 в движении. Где едете, как едете, что видите, и вообще. Про все про это рассказывайте нам. Со всей... вам скидка выйдет. Здравствуйте. Здравствуйте. Со всей прямотой. Да, Константин. Я еду снова по Щелковскому шоссе, но хотел рассказать о пробке, которая образовалась на Московской улице при подъезде, при выезде из Щелково на Щелковское шоссе. Непонятная пробка час простояла 2 километра. Час? Да. Дорога называется 5 метамерики, 2 километра хорошего асфальта, но сегодня почему-то... А что там? Есть ли там, может быть, сотрудники ДПС какие-то? Сотрудники ДПС обнаружились уже где-то в Балашихе. Вот он по центру стоит, там на перекрестке. Ну, как-то вот вяло. Но затощил в Кэшсе, потом довольно свободно, вот сейчас уже. Спасибо. Хорошего дня вам, Константин. Ура. Еще. 788-107-0. 788-107-0. Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Пробки, засады. Что-нибудь интересное. Аварии. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Эдуард. Да, Эдуард. Еду от улицы Серебряково, под Акландр, в сторону области. Все свободно. А начиная от Королева. Да. До Серебряково все стоит. И на Королевской стакаде машина перевернулась. Перевернулась машина. Сколько рядов заняла, не видите? Нет, там просто нет. Просто машина перевернута лежит в видаешнике. А человек отказывается выходить из-за руля, я думаю. Сидит себе в перевернутой машине и говорит, чтобы от него отстали. Нет такого, нет? Извините. Мое воображение дорисовывает некоторые истории. 7-8 правд. Представляете, человек, машина перевернулась. Он сидит и говорит, отстаньте от меня. Я точно так же сказала, конечно. А почему нарушать? Ленинградка умерла. Значит, Ленинградка умерла. Вы гадаете, где деньги, а что угадаете, когда биржа выросла? То есть эти деньги были брошены на бирже считать. Хорошо. 7-8-8-107-0. Наш телефон. 7-8-8-107-0. Где едете? Что видите? Расскажите нам движение Москве. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Алло, добрый день. Здравствуйте. Стою на Амкаде. Стою уже часа полтора. Где? Внутреннее кольцо. Ну, примерно от Белой дачи. И до сих пор до Каширки не доехал. Слушайте, а почему хуже, чем вчера? А что случилось? Вчера было намного лучше. Вчера я до работы добрался за полтора часа. А сейчас уже два с половиной часа и никак. Ну, вы смотрите, сегодня я... Ну, правда, не знаю, как там у вас. Я ехал сегодня по сухому аспальту. Кто это? Вот кто это? Вот кто это? Это хоть скорая помощь или кто? Скорая помощь, да. Ну, слава богу. Я думал, опять сановную задницу какую-нибудь везут. Нет, нет, нет. Менты проезжали очень много. А там у Белой дачи не водится сановных задниц. Они же все на Западе. Спасибо вам. И потом еще по Калушке они. Спасибо. Держитесь. Но у меня странно... Сегодня еду сухой асфальт. Настя. Да, я тоже со мной ехала. Сухой асфальт. Вчера был снегопад. В том месте, где у меня вчера адреналин выработался. Сегодня было абсолютно нормально. Вчера снег. Сегодня сухой асфальт. Товарищи, для чего же мы учинили пробки тогда? Объясните, пожалуйста, кто-нибудь, а? Хорошо. 9 часов 58 почти минут. Спорт. Погнали. 10 часов 4 минуты. Вторник, 17 ноября. Здравствуйте, Великий Город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Ножко, ведущая программы. Доброе утро, Сергей. Слеза, откуда у вас слеза? Нет, ну доллар опять снизился. Вам за него чуть-чуть стыдно. Нет, а я не понимаю, почему где-то он растет, а у нас он снижается. Вы испытываете какую-то неловкость за доллар? Вот ощущение, что вам чуть-чуть за него стыдно. Я беспокоюсь за наш рубль. Правда. А вам-то чего за рубль? Ну, как-то стыдно. Настенька, Настенька, послушайте меня. Видели вы доллар на 23 там с чем-то? Видели. Ну, ничего, вы беспокоитесь. Нормально. Мало ли мы их на шести рублях, знаете, видели доллар. Ну, и всякому видели доллар. Да, и там меньше было. И всякому он был долларом при этом. Да. Правильно? Да. Не надо за него беспокоиться, не надо за него испытывать неловкость. Все хорошо. Доллар и физическое золото. Все. Доллар и физическое золото. Что я вам говорил. Между прочим, здесь 15 лет назад, и то же самое повторяю сегодня. Ну, хорошо, не 15 лет назад, но, может быть, 15 дней назад. Но доллар и физическое золото. И успокоитесь, все будет хорошо. Поехали. У нас, значит, у нас с вами тема. У нас с вами тема. Сейчас я тут нахомутаю у себя в компьютере. Да. Значит, у нас с вами тема. А что? Он, кстати говоря, падает. 1,4958 сейчас он на Форексе доллара. 1,4958. Что он поднимался, действительно, до 1,4935. Сейчас он 1,4959, 57. Ну, ладно, неважно. Значит, смотрите, Миронов хотел похвалить Миронова. Да. Значит, он отказался от услуг ФСО Северо-Западного региона. Джип ФСО Северо-Западного региона, вы знаете, толкал женщину. Толкал женщину с ребенком в Тойоте. Ну, то есть подъехал и столкнул с дороги женщину во время движения. В машине находился маленький ребенок. Значит, в блоге Сергей Миронов написал, что ко мне на персональный сайт поступило письмо от Евгении Вадимовны Зендер, чей автомобиль оказался задетым машиной сопротивления, пишет Миронов. И пишет, мне даже не сказали, то есть, ну, это я очень верю, что ФСО даже его не проинформировали о случившемся. Подумаешь, женщина с ребенком, здесь было бы о чем говорить. ДТП узнал он, он сам, Миронов, из интернет-ресурсов. В субботу участники этого инцидента, представители ФСО северо-западного региона, обеспечивающие мое сопровождение. Он просит, он, Миронов, просит ФСО принести извинения, а также сам решил больше их услугами не пользоваться. Там вот этими северо-западными не пользоваться. А нашими попользуются пока еще, они совсем еще новенькие. Они же не северо-западные, а северо-западные, да, абсолютно. Значит, смотрите, что хорошо, и это беспрецедентно, на мой взгляд, я думаю, что вот это классно, вот это классно. При всем, при всех тех ухмылках, с которыми мы с вами обычно говорим о Миронове, о его некоторых экстравагантностях, как представляется, я должен сказать, что здесь он явил нам незнакомую русской власти за последние много веков человечность. Он провел себя как гражданин. Понимаете, это классно. Скажите? Да. В субботу. Под влиянием этого поступка Миронова я подписался на его твиттер. Но после этого должен пожаловаться мгновенно на Миронова и на его веб-мастеров. Он что, многословен слишком там? Нет, они спамят непрерывно. Они спамят непрерывно. Когда им каждые 10 минут, если им нечего воткнуть в спам свой, они начинают из био писать. Они спамят, например, биографии Миронова. То есть у меня постоянно дрыгается этот твиттер. Пип-пип! 16 мая. Нет, из биографии в 1900 такого-то году господин Миронов ел жареную картошку. Чтоб вы сдохли. Я сегодня отписался наконец от Миронова. Я его больше не фоловлю, извините меня, за это славцо, за эту грязь. А кто-то ждет этих сообщений? Да. Кто-то ждет, и когда же будет обновление твиттера на Миронова? Дикий ужас. Он ждет, да, и он ждет порядка 50 секунд, я думаю. Потому что обновление в твиттере Миронова следует одно за другим. Это тонны спама. Но неважно, хорошо, что он извинился перед Евгением Вадимовной. Правда же? Правильно, молодец. Но только так и должен был поступить. Что? Ничего подобного. Русский правитель ничего не должен был так поступать. Русский правитель должен был с презрением подумать, чтобы она не путала всякая шваль под ногами его кортежей. Понимаете? А он извинился. Ну правда же классно? Теперь слушайте дальше. Еще одна радостная вещь. Наталья Зарубина выходит замуж. Нашинская. Нашинская. Мы же ее опекаем. Мы же, знаете... Теперь у девушки появится отчим. Отчим. А отчим-то не просто. Это не какой-то там забулдыга, значит, когда-то нет. Нет. Не тот, который она била. Потому что она его продолжает бить. Ну а почему вы думаете, что это плохо? Нет. А я просто переспрашиваю. Это тот самый джентльмен, как вы говорите. Поколотить отчима в другой раз, может быть, в субботу под горячую руку. А почему и нет? А почему, собственно... А почему? А что? Чем плохо поколотить отчима? Это мужчина. Вот его фотография. Посмотрите, он какой. Видно, что... Видно по глазам, что не он ее бьет точно. Потому что глаза у него меланхолические. Меланхолические. А у нее глаза такие задиристо-огненные. Свадьба будет 15 декабря. В поселке Пречистое Ярославской области. Семейные события международного масштаба. Лили Фетисова, наш корреспондент, безусловно, захочет там сказать пару... Поднять тостов. Поднять пару тостов. Если только она не будет поднимать тосты на свадьбе Дымовского. Потому что у Лили Фетисовой Дымовский и Зарубины. У нее две семьи есть, которые она обекает, знаете? Значит, она выходит за своего возлюбленного Алексея, который приехал из Португалии за нею вслед. Нет. Так это не отец девочки? Нет. Отец какой-то молдаванин. Понимаете? Молдаване же, они же на скрипочке играют и детей строгают. Больше ничего делать не умеют. А это честный русский человек. Он этого молдаванского ребенка будет поднимать. Своим хребтом. Понимаете? Молдаванин, он скрипочку в руки и дальше пошел детей делать. Тилин, 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 тилин. Молдаван, знаете? Проку с них. Какой прок? Фетровая шляпочка. Фетровая шляпочка, да. И где девок побольше, он уже в кружочке, он уже на скрипочке пиликает. И все. Оттуда детишки. А потом честный русский парень должен выращивать этого ребенка. А как вы думаете? Вместе с РСН. Мы же пригласили Сандру на этот как его... А как вы думаете, эти приедут? На елочку мы пригласили. А роди... Так мы давайте уж тогда и этих пригласим португальских родителей тоже. Ну, не родителей. На елочку? Да. Что-то много их разведется. Смотрите, нет, нет. 10 часов 11 минут. Двигаемся дальше. Сейчас вернемся к куче тем. Настя, 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 расскажите про это в мгновение, потому что мы не будем сейчас обсуждать. Не будем. Нет, не будем. Внимание, не будем. ГУВД Москвы. Но мы после половины часа обязательно будем это обсуждать. ГУВД Москвы назвало провокацией сообщение об изнасиловании милиционерам задержанной. Внимание, это история, которая произошла вот сейчас. Милиционер об этом... Об этом я читал опять на Life.ru. Значит, милиционер арестовал семейную пару, или в общем просто пару, которую заподозрил в краже чего-то из супермаркета. Он привел и мужчину, посадил в обезьянник, а женщину повел с собой в номера, в кабинеты там, в милиции, на второй этаж. Вот, и утром уже выпущенный из обезьянника мужчина, вот этот вот, который муж задержанный, он обнаружил ее по крикам, стонам и плачу. Она плакала, потому что ее вот всю ночь насиловал этот милиционер там в... Как будто, да. Как будто. Ей так показалось, во всяком случае, на нетрезвую голову. А сейчас МВД, МВД, как трезвая организация, вы же не можете вся МВД вдруг напиться. В отличие от этой бабы пустой, абсолютно пустопорожней и прочее. Значит, МВД объясняет, что это она сама... Что, что? Соблазнила? В общем, наврала она все. Она, собака страшная, наврала. Она насиловала милиционера. А он говорит, я не знаю, как это произошло. Она сама меня звонила. Я так и знал. Я так и знал. Понятно? То есть она всю ночь... Мы даже не раздевались. Да, да, да. Она всю ночь насиловала милиционера. Понимаете? Оторвая это. Оторва. С целью избежать отбежения. Ну, вот ему отступишь не совсем так. Он сказал, что была проведена проверка. Она показала, что никакого изнасилования не было. Но это такая двусмысленная формулировка. То есть они полюбовно изнасиловали друг друга. По любви изнасиловали милиционер и потерпевшая. То есть, извините, подозреваемая. Может, он как-нибудь просто вербалит. В то время, как муж сидел в обезьяннике, а потерпевшая, она же подозреваемая, и милиционер, руководствуясь с чувством глубочайшей любви... Вы обещали не обсуждать эту тему. ...глубочайшей любви. Изнасиловали друг друга. Внимаю, это мы чуть позже обсудим. Просто сейчас пошли опровержения от ГУВД, и я, тронутый этим тоном опровержений, решил, что это обязательно нужно... После половины часа. Да, Путин сказал, что нам все вернут. Сегодня публикация вчерашняя. Она уже послеобеденная. Публикация на газете РУ. Бажена Рынска, известный светский обозреватель, известная, яростная женщина, обрушившаяся, насколько я припоминаю, на президента, а даже с копом на тандем. Она их тут недавно пинала где-то... Да? Да, в августе, что ли. Я проглядела. Ну, я абсолютно. Я думаю, и они проглядели. Да? Да, да, да. Надо сказать, да, да. Что они не так... Они не хороши, она сказала. Нет, не хороши. Ну вот, она была теперь на дне рождения у Евгения Примакова. Бажена. И она рассказывает, что кто там был, всех перечисляет, как есть. И Владимир Путин там был на дне рождения. Там, значит, были люди, латентные грузины, все. Примаков, как вы знаете, он латентный грузин. Он родился там, да. Ну и там есть всякие догадки о том, что он на самом деле никакой не Примаков, а он грузин чистейший и всякое такое. Значит, есть догадки, страшные догадки, что все остальные тоже грузины. Путин тоже на самом деле грузин. Путин на самом деле грузин. Еще тот светловолосый. Там же боящий. Казахи, я знаю. Восточный кахетинец такой, да? Хорошо. Слушайте, и в какой-то момент Путин сказал, что все вернут. Все вернут, и грузины страшно возбудились. Они сказали, секундочку, я найду цитату в пересказе Бажены. Он сказал, я знаю, что все, что мной будет сказано, выйдет за пределы этого... Специально так сказал. Ну, помещения. И типа я даже на это рассчитываю. Да, грузинам как говорить еще по-другому. Смотрите, Владимир Путин сразу предупредил, что очень хорошо понимает, что все сказанное выйдет за пределы этого зала. Больше того, он на это и рассчитывает. После чего сделал ошеломляющее заявление. Вопрос воссоединения Грузии решаемый. Вопрос воссоединения Грузии решаемый. 7, 8, 8, 107 и 0. При каких условиях? Вопрос воссоединения Грузии решаемый. Заявил Путин грузинам и латентным грузинам, которые заседали на нерождение Евгения Максимовича Примакова, возлюбленного моего политика. И что нет тех вопросов, которые мы не можем решить. Вот пусть он, сказал вежливый Владимир Владимирович. О присутствующем. О присутствующем юбиляре. Он сказал, вот пусть он и займется этим вопросом. А есть такая манера. Люди в третьем лице при них же называются. А есть еще про себя, говорит, в третьем лице. Сидящий бык взволнован. Хорошо. Нет, это уже у индейцев. Значит, смотрите, это не у грузин, а у индейцев. Грузины отличаются от индейцев. Всегда, конечно. Ну, в общем, Примаков теперь решает вопрос. Примаков теперь решает вопрос о воссоединении Грузии. Условия этого воссоединения описываемые вами, слушателями РСН 788-107-0. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, товарищ, товарищ, товарищ. 788-107-0. 788-107-0. Условия такого воссоединения. Путин заявил на дне рождения Примакова, что это вопрос решаемый воссоединении Грузии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александра. Да, Александра, каковы условия? Присоединение к России. 100%. Спасибо. Вот, вот. Сажим. И отключилась с перепугу. Конечно. Присоединение к России. То есть я говорил, я же говорил, что нужно решительно разъединить Грузию. Где суверенизация? А что он думал, Евгений Максимович, как вы думаете? Я думал, в каких параметрах сначала раздробить Грузию на картли, на, так сказать, там... Нет, не картли, а как это называется, эмеретия, там, кахетия, все это порвать в клочья. Это потом присоединить к России потихонечку, помаленечку. И потом воссоединить. Понимаете? В каком-нибудь объединенном краю с Ярославской областью. Сделать объединенный Грузинско-Ярославский край какой-то такой вот. И воссоединить ее, наконец, с Ярославлем. И все будет хорошо. 7, 8, 8, 8. А может быть, Путин что-то другое имел в виду. Что имел в виду Путин, говоря, что он готов решать вопрос, и вот пусть Примаков этим займется, а воссоединение Грузии, то, если вы понимаете, что имеют в виду грузины, когда думают об этом, грузины, когда думают об этом, они самым нежным образом думают о том, чтобы Осетия вернулась в Грузию. И, конечно, 7, 8, 8, 107, 0. И, конечно, они думают о том, чтобы Абхазия вернулась и так далее. Чтобы все вернулось. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Роман. Да, Роман, при каких условиях это возможно? Нет, ну, действительно, правильно сказали. Если воссоединение, значит, наверное, что имеется в виду, они хотят Абхазию и Северно-Секи в Северно-Секи. Конечно. Если Путин заявляет такие вещи, ну, тогда это непонятно. Давайте я вам прочитаю. Зачем тогда было ввязываться в эту ситуацию? Я вам прочитаю. Что, опять на попятную? Нет, слушайте меня. Смотрите, Владимир Путин сразу предупредил, что очень хорошо понимает, что все сказанное выйдет за пределы этого зала. Это на дне рождения Примакова. Более того, он на это и рассчитывает. После чего заявил, вопрос воссоединения Грузии решаемый. И нет тех вопросов, которые мы не можем решить. Далее кавычки. Вот пусть он, Примаков, и займется этим вопросом. Последние слова были восприняты чуть ли не как назначение Примакова чиновникам по особым поручениям. Я очень уважаю Примакова. Я преклоняюсь перед его талантом, вообще, как человека. Но мне будет жалко, если он возьмет такую на себя миссию. Потому что это настолько непопулярная идея у нас в России, что даже просто говорить об этом премьеру, это, по-моему, позорно. Хорошо, а Александра, только что позвонившая нам Александра, заявила, что на условиях... Вот к России. На условиях хождения... Это исторически, исторически Россия и Грузия были вместе. Пускай действительно обратно... А я бы не отдавал, если вернуться. Сказать почему? Потому что вернуться, а потом развернуться. Уже нельзя предавать. Нельзя предавать абхазов. Я согласен. Потому что я говорю, что странный вопрос прозвучал. Вообще странно. Зачем он это сказал, забезомо зная, что это выйдет за пределы этого помещения? Это, знаете, какой-то трюк. Даже, по-моему, Акопян так не говорит. Если бы на правах типа Башкирия они вошли к нам, то есть совсем... Ну это уже нереально. Ну и то, ну и то. Примакова пускать на такую ерунду. Такую, знаете, овощу. Ну и то. Еще, еще обсудим условия. Обсудим условия, при которых вы полагали бы возможным, воссоединение, территориальное воссоединение Грузии в тех, в грузинских мечтах. Когда они планировали бы Абхазию заполучить и Южную Осетию, которую они полагают Грузией. В высшей степени ошибочно. Так вот, скажите, пожалуйста, а при каких условиях, на что, что, что имел в виду Путин? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Да, Александр. Да, здравствуйте. Я знаю, Сергей, я считаю, что это абсолютно нам не нужно присоединять Грузию обратно. Они все от нас в свое время отошли. И пускай они живут, как хотят. У нас есть серьезные в Москве лоббистские группировки, так называемые грузинские. Ну, слушай, их всего 5 миллионов. Их 4,5 миллиона грузин. Вот, понимаете? И я не вижу смысла. Здесь у них своя народность. Александр, стратегически расположено, дико важно... Стратегически все это понятно. Дико важно. Всего 4,5 миллиона грузин, которые вдобавок все здесь уже открыли рестораны. Это все понятно. Надо присоединиться. Нет, мне кажется. Понимаете, в чем вопрос? Стратегически у нас была и Венгрия, и Польша. И стратегически все было замечательно. Но к чему это привело? К тому, что вся страна работала на другие страны. И это нам абсолютно не нужно. И будет опять то же самое. Вы знаете, на самом деле, среди патриотов, русских патриотов, в разное время возникали разные тенденции. В том числе была группа русских патриотов, которая еще в старом КГБ СССР мыслила о том, что Россия укрепится, если будет развален Советский Союз. Эту группировку неполикорректно называли в народе, ну так, в узких кругах. Россия без чурок называлась. То есть это конца концепции. Но я думаю, что Советский Союз ослаб от того, что он рухнул. И Россия ослабла от того, что рухнул Советский Союз. Я так считаю. Понимаете? Ну, это моя позиция. Ну, вот были... Ну, понимаете, вот Лаврентий Павлович, вот он, при всех его, как бы, да, политических и карательных вещах, он, в принципе, ратал за объединение Германии. И, скажем, приведение СССР в границы, в которых она была до войны. То есть по сферам влияния, но на взаимовыгодных условиях. То есть вы считаете, что нашей энергии экспансии не хватит, чтобы удержать, тогда нечего и есть. Спасибо, вот скепсис. То есть Александр считает, что поскольку энергия экспансии не надо расточать на удержание ложных братьев, то шли бы они лесом, эти ложные братья. Я же считаю, что некоторые территории достаточно держать в прихожей, просто чтобы оно, как говорится, было... Я немножко, Александр, извините, продолжаю дискуссию с вами, уже закруглившись. Я немножко кулак, я немножко кулак. Знаете как, Александр, они не пили, но у них с собой было. У них с собой было. Вот я не за то, чтобы Грузия... А вот пусть будет, вот пусть будет. А может сгодиться, а может не сгодиться. Но пусть в хозяйстве, как говорится, пусть где-то в чулане постоит пока. А может пригодиться. Ведь всяко может быть, а? Мне вот все-таки видится менее кулакский подход. Почему? Вы же анношка, вы должны быть хохлушка-анношка-хохлушка. Так оно на хутор принести, пусть оно будет, пусть. А там посмотрим, что с этим делать. Может оно и сгодится, а может не сгодится. Из этих же соображений совершенно нечего тратиться на совершенно ненужную, может быть, какую-то вещь. Эдак скажет, не надо на Якутию тратиться, эдак скажет, не надо на Татарию тратиться, эдак скажет, на экономите тут мне, понимаете? Слушайте нас, хуторян, 10 часов 25 минут. А у Настя, анношка, обзор печати. Да, наш Минтранс ответил Медведеву на претензии и, в общем, большинство русских граждан о том, что строительство дорог сильно дорого у нас в России, превышает расценки в других странах, в которых дороги явно лучше. Минтранс объяснил, почему так происходит. Почему же? Оказывается, очень дорого стоит земля, вот выкуп, вот эта вот вся организационная работа. А в Норвегии ничего не стоит? Да. И в Канаде ничего не стоит? Земля и устаревшие строительные нормы еще. Именно нормы устарели, поэтому так дорого получается. Поэтому так дорого и дороги никуда не годятся. Да, это независимая газета, прямо на первой полосе. А эксперты говорят совсем другое. Они говорят, что основная проблема в коррупции, это 40% составляющая коррупционная в цене дороги. А я думаю, 400%. А вы думаете, 400%. Ну вот, новая газета, смотрите. Первая полоса, транспортный налог пока не будут удваивать. Это новость сегодняшняя, буквально потому, что еще в пятницу... Ой, не обсудили. Ну, что же, даже был цирк. В пятницу еще, думаю, вроде приняла, а сейчас уже Единая Россия в Совете Федерации против, и вообще все против, смотрите ведомости, любую газету об этом написано. В общем, пока спокойно. Прямо обязательно, это обсудим в два слова. Слушайте, Грызлов осудил решение Единой России увеличить транспортный налог. Категорически осудил. Еще в преддверии Нового года все с увлечением следят за нашими поставками газа в Европу, в Украину и так далее. И в преддверии Евросоюз все-таки подписал меморандум с Россией о сохранении раннего предупреждения конфликтных ситуаций в энергетике. То есть, если что, если мы видим, что денег, например, от Украины нет, мы об этом заранее говорим Евросоюзу, чтобы те готовились. Вот. Об этом тоже в ведомостях. И там в газете газеты во многих изданиях написано. Российская газета рассказывает, что инспектор ГИБДД Тувы, который застрелил школьника 17-летнего и стрекошетила пуля, там ранила его подругу в автомобиле, он говорил, что муляжом пистолеты ему угрожали. Он в ответ выстрелил. Сейчас оказывается, что никакого муляжа не было, что это выдумка. Теперь он сидит в СИЗО. Об этом в Российской газете. Большая статья. Газета газета рассказывает о том, что на воду в Москве будут тратить деньги. Миллиард рублей был выделен на то, чтобы очистные сооружения, которые так на пределе работают, а стройки продолжаются, чтобы, в общем, решить этот вопрос. Газета газета и известия об этом пишут. В столицах боятся быть пересчитанными. В Москве и Петербурге каждый 16-й житель не откроет дверь переписчику. Вот такие результаты в преддверии переписи. Вы знаете, да, переписи состоятся в 2010 году. То известие рассказывает о том, что всем офицерам будет выделено жилье в течение 2010 года. Эта высокая цель была поставлена Медведевым в Сингапуре. Кстати, с нами его визит уже закончился. Коммерсант пишет, что Медведев там попытался и побывал, посмотрел, как работает электронное правительство. Сам побывал электронным гражданином Сингапура. 10 часов 30 минут. Новости на Росе. Мы с Настей Аножко продолжаем. Настя, значит, несколько новостей из милицейской жизни. Арестован инспектор ГИБДД Тувы Баир Борбокол. Вы помните, это инспектор, который пристрелил двух подростков. А девушка тоже уже... Нет. Ну, он их пострелял там. И он лгал, как теперь выясняется, он лгал о том, что мальчик наставил на него макет-муляж пистолета. И тогда мы, кстати, сочувствуя инспектору ГИБДД, сказали, что... Но надо не разобраться. Елки, слушай, ну правда, ты на службе, и ты знаешь, что твои сотрудники, твои коллеги погибают, вообще говоря, правда? На тебя наставляют пистолет. Ты не будешь его обнюхивать, он пластмассовый или какой, да? Ты просто жахнешь, и я бы жахнул, и любой бы жахнул, если на тебя наставляют пистолет, правильно? Конечно. Он-то игрушечный, но у тебя-то настоящий. Значит, это вранье. Инспектор ГАИ... Инспектор ГАИ лгал. Никакого пистолета мальчик на него не наставлял. Мальчик не мог наставить пистолет, мальчик был трезвый. Все, все, что происходило, есть свидетели. И инспектора этого взяли, сейчас посадили в заключение. То есть его посадили сейчас. Потому что он лгал. А мы думали сначала, нам дико хотелось, чтобы посреди вот этой всей вони, источаемой этим удивительным заведением, чтобы посреди всей этой вони вдруг какой-то действительно посочувствовать, а есть потребность посочувствовать какому-то милиционеру реально. Да, да, да. И увидеть какого-нибудь настоящего героя. Да, посреди всей этой вони хотелось... И вот, значит, когда сказал этот парень, этот инспектор, что на него наставили муляж пистолета, я здесь в программе сказал, ребят, ну давайте верить, давайте в конце концов не будем вот... Все начало опровергать. И мы верили. Но мы теперь знаем, он лгал нам, чтобы мы верили. А нам все труднее верить, понимаете, милиционерам становится. Он лгал. Никакого не было муляжа пистолета, ничего такого не было. Все это ерунда. Он просто достал пистолет и стрелял в мальчика. И пуля попала в девочку тоже. Да? Еще. Еще. Значит, милиции лишат доказательств. Милиция теперь должна будет испрашивать специального разрешения у хозяина или у суда на уничтожение вещдоков. Вещдоки, оказывается, всплывают на черном рынке. Ну вот. Вообще, вам не кажется странным, что раньше такого закона никакого не было? Не было. Хотя мне интересно... Лежат, лежат, и кто-то думает, ну вот, надо шкафы почистить, берут, все сметают. Берут и все продают. Продают через молоток руку, да, куда-нибудь? Продают, конечно. Как показывает практика, пишет сегодняшняя российская газета, и правоохранительным органам не всегда можно доверять в этом вопросе. То есть, тонна российской. Бывали случаи, когда изъятые и якобы уничтоженные улики потом всплывали на черном рынке. В общем, поле для коррупции есть. Вот законодатели и предлагают уничтожить лазейки. У силовиков будет два варианта. Либо решить вопрос с хозяином, либо обратиться в суд. Вот. То есть, они что делать? Они крадут вещдоки, милиционеры, как-то их списывают, не уничтожая, и потом, видно, по домам тащат, или, может быть, вот какие-то на черный рынок тащат. И вот здесь законодатель обеспокоился, потому что, видимо, на черном рынке слишком много стало вещдоков. Понимаете? Все эти наркотики, всевозможные. Ну вот, их как-то надо все-таки уничтожать. Все-таки больше. Да. Еще вот эта история, которую мы анонсировали, потому мы анонсировали ее, что удивительным образом МВД вмешалась, ГУВД, пресс-служба ГУВД. Да? Историю быстро рассказываю со слов потерпевшей. Со слов потерпевшей. Внимание. Сбежал старший лейтенант ОВД Фили Давыдкова. Очень хорошо известный мне район, где я даже и прописан. Ну вот. Это рядом с Крылатским. Он сбежал. Сейчас его разыскивают. Он вчера задержал двух человек, молодую пару, в одном из столичных супермаркетов по подозрению в краже. Внимание дальше. Он их тащит в ОВД Давыдкова. Фили Давыдкова. Запирает мужчину в обезьяннике, а его жену уводит наверх в свой кабинет. Да? А он говорит, что хочет допросить ее по существу дела. Перепуганная женщина не смогла отказать. Внимание. В смысле допроса она не смогла отказать. А она не видела ничего подозрительного в требованиях, потому что он говорит, сейчас жену допрошу, а потом ему уже допрошу. Ну, не могу я вместе вас допрашивать. Да, по очереди давайте. Оказавшись задержанной наедине в кабинете, оперативник предложил ей выпить, чтобы снять стресс алкоголем. Дама, по ее словам, пыталась отказаться, но милиционер настоял на своем. Она понимает, нет, внимание, все равно она от него зависит. Она хочет в общем, что он отпустил ее. Понимаете, да? Может и правда крала. Может быть и правда крала в супермаркете. Я допустил, да? И она дико зависит от него. И дико хочет вообще говоря оттуда уйти. Затем он сделал вид, что составляет протокол. А сам тем временем спаивал симпатичную москвичку. То есть он наливал ей вновь и вновь, располагая как бы, что ну ничего, отпущу и все хорошо. Наливал вновь и вновь. Когда младший лейтенант понял, что женщина изрядно пьяна, стал домогаться, используя грубую силу, подавил попытки сопротивления и принялся насиловать жертву. Так продолжалось до самого утра. К расцвету другие коллеги этого джентльмена, другие сотрудники МВД, не зная об обстоятельствах дела, столь тонких и столь деликатных, выпустили сотрудника, выпустили из обезьянника мужа. Муж, отчасти, возможно, раздосадованный, пошел бродить по коридорам заведения МВД вот этого, Филида Выдкова, с целью найти потерявшуюся жену. Он нашел ее по постону и плачу. Не помню себя от ярости, я читаю, как в тексте. Ворвался в кабинет и увидел, как тот самый милиционер, какой он титан, он совершеннейший геракл, он продержался всю ночь. Он продержался всю ночь, представляете, он начал еще засветло. А, может, ну, такое, знаете, как-то все-таки себя настроить. Слушай, вот, 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 титан, вот. Не с Куратова надо фотографировать и снимать, а вот кого, пожалуйста. 27-летний милиционер, старший сержант, который все еще насиловал его жену. В гневе муж бросился с кулаками на обидчика. На крики прибежали коллеги милиционера-насильника. Они спасли его от разгневанного мужчины. Москвич забрал жену и поехал прямиком в прокуратуру. Следователи, получив заявление вместе с сотрудником управления собственной безопасности, нагрянули в УВД по району Фили Давыдкова. Однако 27-летний Константин К. ударился в бега, он объявлен в розыск. Вот вам история. В УВД, давайте сразу, что Береков сказал. Вот, значит, вот она, говорит следующее, позвал, сказал, что добренький, много наливал, потом стал насиловать и так насиловал до утра. Это ее версия. Теперь, говорит Береков, что говорит Береков? Береков говорит, в УВД расценивают подобную информацию, как целенаправленную провокацию. Я тоже так думаю. А кто провоцирует и какая цель? Если цель направленная, значит, есть цель. Цель какова у провокаторов? Девки выглядят соблазнительно, что сознательно провоцируют 27-летних милиционеров. Я думаю. Сознательно при том. А цель это что? Какая цель? Дискредитировать органы МВД и через них Российскую Федерацию. В интересах ЦРУ, ФБР, МОСАДА, Сигуранцы и Беспеки. Но до этого Береков сказал, что... Русские девки нарочно такие красивые. В интересах ЦРУ. Вот что. Я просто сокращаю цепочку. Да. Проведенная проверка по заявлению якобы потерпевшей, это он же Береков говорит. Якобы потерпевший, говорит, он с ухмылкой. Если бы его изнасиловали, я бы хотел посмотреть на Берекова изнасилованного. Ну, пока не доказано, значит, якобы, конечно. Якобы, говорит, он подмигивает. Ха-ха, Виктор Береков. Вот тебя бы отодрали. Извините за хорошее... Да, извините за пожелание. Ну-ну. Нет, и проверка показала, что никакого изнасилования не было. Не было изнасилования. Не исключено, что таким образом подозреваемая хотела уйти от уголовной ответственности. Каким? Все. Вот таким образом. Внимание. Слушайте, давайте... Так ведь одно преступление не отнеррицает, это же другое. Ну, то есть, если она действительно крала в супермаркете, то она должна уйти от ответственности из-за этого. Нет, слушайте. А она... Милиционеры же считают, что если ты что бы то ни было не сделал, например, не по зебре прошел, то ты, в принципе, уже их все, то есть в рабство. Тебя можно насиловать, все, что хочешь делать. И ответ простой. А зачем ты нарушала правила установления? Понимаете? Если ты нарушала установление, нарисована зебра, а ты идешь не по зебре, тогда тебя можно насиловать, естественно. И очевиднейшим образом. А велен ли... Зачем же ты ходишь не по зебре? СКП уже, смотрите, подключился. СКП проводит проверку. Пока, говорит, никаких сведений нет. Багмет хоть не подмигивает по поводу изнасилования? А он просто, говорит, ведется проверка, но подтверждений пока никаких нет. Они не располагают еще. Не располагают они. Потому что этот бегает 27-летний. Понимаете? Хорошо. Значит, я завожу голосование. Вы и вам представлены две точки зрения. Смотрите, две точки зрения. Одна точка зрения. Потерпевшая, которая обрела мужа. В конце уже утром она обрела мужа. И она излагает это в присутствии мужа. И тут, честно говоря, ну вот, может быть, возможно, вариант. Вы больше верите этой женщине. 6-6-0-6-9-1. Вы все-таки больше в этом случае верите ГУВД по Москве. Вы больше верите ГУВД по Москве. Что сама она, конечно, злобно взяла этого 27-летнего парня. Он пентих, он деревенский дурачок. Понимаете? Он даже не знает, что у него откуда растет и почему оно так у него там. Ну, он не заканчивал этих, понимаете, гимназиев, не кончал. Гимназиев он не кончал. Он не знает, от чего у него. Фильмы с соответствующими сценариями смотрит. Нет, он не знает, что у него там растет и для чего. Она взяла вот и стерва, понимаете? Стерва. Она. С целью уйти от ответственности. Говорит, иди сюда, голубчик. Такая вот вся. Понимаете? А он не в курсе. Иди сюда, мальчик. Мой мальчик. Какая-то церцей говорила Одиссею. Когда она прощает. Когда она снаряжала ему плод в землю фиаков. Она говорила, иди сюда, мамашек. Такая, да? Такая. С видом такой Аллы Пугачевой приглашается. Ну вот, нет. Слушайте, правда. И вот, значит, мне интересно, ваша точка зрения, товарищи. Реально. Она говорит, что он ее завел. Она напугана, потому что как бы он ей уголовку шьет. Заставляет пить и говорит, что добренький. Потом обижал. Потом и насиловал. А он говорит, ну, вернее, не он, а полковник из МВД говорит, что не было изнасилования. Что сама... Нет, это он же не говорит, он просто говорит, не было изнасилований. Ну, не было изнасилований. Что он имеет в виду? По любви, значит. Муж рядом сидит, она по любви говорит. А что? Вот интересно, а что свидетельствует? Она ему говорит, старший лейтенант, говорит, что время тратить? Давай перепихнемся. Ну, так вот она ему говорит. Так полковник думает. Понимаете? Она говорит, старший лейтенант, рука устала у тебя, протокол это писать. Давай пока развеемся чуть-чуть. А? Да? Так? Нет? Как? Как полковник-то думает? Чего полковник говорит? Он думает, понимает или нет? Он понимает или нет? Он хоть раз был? Нет, он не был. Хорошо. Значит, вы скорее разделяете точку зрения этой женщины. Она напугана. Ей мент говорит, что он добренький, что он хорошенький. А потом, значит, ну и дальше. А полковник ГУВД говорит, что не было изнасилования. Видно, по обоюдному согласию они... Ну, а что ночью делать, пока протоколы пишутся-то? Водку жрать, да и... А стол для чего в милиции? Алло, здрасте. Алло, здрасте. Как вас зовут? Сергей. Да. Интересно, как полковник может говорить, что не было, если его подчиненный в бегах? В бегах от разочарования. Видимо, он был девственником, а она на него набросилась. Душевную травму нанесла. Конечно, морально. Ну, а как? Она истоптала, и спаскудила душу, растлила мальчика. Понимаете? Старший. Конечно. И он теперь в бегах, потому что он не знает, что сказать маме. Он думает, что его мама будет ругать. А плохая тетенька его... А полковник, это он заботится о душевном состоянии своих. Конечно. Он говорит, арестуешь в другой раз такую шлюху. Страшно, говорит, самому. И так далее. Понимаете? Сотрудника вывели. Да, 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 да. Спасибо. Я заканчиваю это голосование и скажу вам о результатах. Вот, пожалуйста. Результаты такие. 97,5% разделяют точку зрения женщины. 2,5% это ровно соответствует доле полковников в нашей аудитории. Вот ровно соответствует доле полковников. Да? Это 2,5% в нашей аудитории, согласно точнейшим подсчетам Всегалактического центра общественного мнения, ровно 2,5% в нашей аудитории составляют полковники. И они проголосовали. 2,5% из полковничьей солидарности разделяют точку зрения полковника. Хорошо. Еще короткая тема. Совсем, но она очень важная. Я вообще говоря ее... Тут запас с самого утра все пытаюсь. Грызлов выступил против повышения транспортного налога. Спикер Госдумы и глава Одинароссов Борис Грызлов предложил однопартийцам из Совета Федерации отправить на повторное рассмотрение депутатам законопроект, повышающий транспортный налог в два раза. Цитата, кавычки открываются. Необходимо вернуться к прежней базовой ставке транспортного налога, уменьшив ее в два раза и оставив право на ее изменения за регионами, приводят слова думского спикера официальный сайт Единой России. Значит, Борис Грызлов и его партия три раза, три раза, видимо, единогласно, да? Ну как, ну, Единая Россия как-то голосует всегда очень солидарно и дружно. Это товарищеская, дружная организация. Вот. Они проголосовали три раза за повышение ставки транспортного налога в два раза. Три раза подряд. В первом чтении, во втором чтении и в третьем чтении. Понимаете? А теперь Борис Грызлов сопроводил бумагу эту, свою, словами, что братцы, родненькие, там в Совете Федерации, братцы, верните вы это говно. Ну, в смысле, не надо этот документ принимать, пожалуйста. Он антинародный. Он антинародный. Не надо. Зачем? Ну зачем это? Какая грязь. Он говорит, я не понимаю. Вы можете мне объяснить, что это значит? Странно. Нам так подробно объяснили, что это возможность для бюджетов пережить кризис, пополнить бюджет. Я не очень понимаю. То есть он говорит, братцы... Уже вкатали этот вариант в какой-то области, там долго уже люди платят. Он говорит, братцы, говорит, пожалуйста, говорит, усовеститесь вы, пожалуйста, а вы, пожалуйста, ну верните этот законопроект. Законопроект самый паскудный. Не надо его, пожалуйста, я вас умоляю. А? Что же, как это расценивать? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Максим. Да, Максим. Сергей, дело в том, что вот весь абсурд, который мы сейчас слышим, да? Начиная с пистолетов этих игрушечных, кончая насилием, грызловым и так далее. Вы же знаете китайскую стратегию. Ну а у абсурда есть слой к абсурду. Понимаете, вот сейчас народ крутит головами, он от Дымовского отвлекся, понимаете? А вы думаете, что специально, чтобы отвлечь от Дымовского, от него и надо отвлечь? Ну не только от Дымовского, от всего, вы понимаете, там деньги куда-то уходят тихо. Надо же народу давать такую фактуру, на которую трудно возразить, понимаете? Это все равно, чтобы брать взятки голым, понимаете? Вот взятку взял, а доказать невозможно, потому что абсурдно. И все смеют. Нет, а про Дымовского вы зря. Знаете почему? Я про Дымовского уже зажмурившись и тоже с прищепкой на носу. Потому что идут изобличения, которые по-настоящему... Вот как вы, мне интересно, а вот как вы, вот идет тетенька, у которой сына забили, она говорит, в кабинете Дымовский избивал, потом мальчик умер. Вот как вы относитесь? Я, честно говоря... Я замечательно к ней отношусь. Она говорит, год ходила по всем кабинетам, мои претензии против Дымовского не принимали, а теперь вдруг приняли. И подлость, и подлость и в том, что вдруг, и подлость в том, что, наверное, правда бил, и, наверное, правда убил мальчика. Да, понимаете? Ну да, я понимаю. Сергей, это как меня в свое время обвиняли, что я троих милиционеров зажал, едущи на мотоцикле, над ними глумился. Понимаете? Если нужно, откопают. Это общая такая, ну как скажем... Срана. Коллеги, это страной по-другому руководить невозможно. А, то есть вы, будучи... Как вас звать, чтобы запомнить... Меня зовут Максим. Максим, когда вы сделаетесь президентом, то есть вы будете вот так и руководить? А, по-другому не получится. Потом, смотрите, вот Путин, да, кстати, с Грузией, да? Да. Это абсурд для разговоров, понимаете? Но это реально, так сказать, грузины, они... Ну, правильно, они переехали все в Москву, и зачем? Надо присоединяться, конечно, им же проще, понимаете? Да, спасибо, спасибо, Максим. Максим вообще изложил нам потрясающую теорию, в высшей степени целостную. Он говорит, что есть логика саморазвития абсурда, в которой мы, собственно говоря, и существуем как в питательной среде, и репродуцируем абсурд. Понимаете, да, как мы... Вот в подтверждение слов, вот сейчас уже Нарышкин в 10.50, видите, сообщение... Что, 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 что? Говорит, что на священии в администрации президента законодателям рекомендовано пересмотреть решение... Администрация президента... Может, что кто-то сказал, может, кто-то ему пальцем погрозил. Так вот странно, почему он сразу, да, не мог бы сказать? Нет, мы не голосуем за этот закон. Секундочку, но ты совершил ошибку, ты уже стой, а? Грызлов, вот в этом смысле, должен стоять на своем, а? Он же не может... Так нельзя. А получится, что он сильнее всех тогда, если он будет стоять на своем? Признал ошибку. Это важно, чтобы президент может не подписать этот закон еще, да? Ну да. Грызлов должен говорить, нет, я настаиваю, мы взрослые. Мы партия, мы так думаем. Нет, мы взрослые. Мы три раза проголосовали. Мы вам не флюгер, да? Мы серьезные клиенты. Значит, вот как хотите. А мы считаем правильно. Точка. И все, правильно? Значит, ну просто вот упереться рогом. Потому что, брат, ты лицо должен сохранить. Разве нет, а? Ну ты знаешь, что ошибка. Ты знаешь, что ты повелся, что тебе кто-то сказал. Ты с самого начала думал, что ошибка. Но ты уже публично заявился, поэтому ты стой мертво. Ты стой, как скала. А, нет? Вот цитата вам из Нарышкина. Российские граждане, автолюбители, профессиональные водители, общественные организации высказались против повышения ставки транспортного налога. Ну ничего. Если слушать народ по поводу налогов... Это, как говорит Нарышкин, говорит. Нарышкин, да. Нарышкин, да. То никогда никакой налог вообще поднять не будет никого. Да, зачем уж слушать. Все всегда будут против. Естественно, абсолютно. Скажите, вот в этом поступке Грызлова все-таки больше силы или слабости? Ну, потому что, возможно, трактовка, что только самый сильный человек может признает ошибки. Самый сильный человек признает. Скажите, Грызлов три раза, они единороссы, три раза голосовали за повышение ставки налога. Три раза. После чего Грызлов говорит, закон никудышний, пожалуйста, верните его, пожалуйста, за него не надо голосовать. Теперь, когда уже три раза отголосовали. Это свидетельство силы, потому что только очень сильный человек может... Только очень сильный человек может развернуться вот ровно в полете, да, поперек. 6-6-0 на 6-9-1. Это символ силы Грызлова. Нет, это символ слабости. Просто как флюгер. Крутится туда-сюда 6-6-0 на 6-9-2. Это признак силы. 6-6-0 на 6-9-1. Абсолютно принципиально сильный мужчина, да. Он понял, что нахомутал. И честно сказал, я нахомутал, да, и все. Братцы, ну я понял и не стесняюсь. Я не буду упорствовать в ошибке. 6-6-0 на 6-9-1. А нет, это просто флюгер. Он крутится туда-сюда. Откуда ветер, так сказать, там и... И просто этот оборот, его никто не уважает. Ему каждый день дают новые указания, и он сам крутится, как флюгер. 6-6-0 на 6-9-2, если вы так считаете. Знаете, чего теперь? Вот вы проголосуете, пожалуйста. Это все-таки символ силы Грызлова. Такой, ну, силы человека, который не стыдится ошибок. А наоборот их признают. 6-6-0 на 6-9-1. Или слабости. 6-6-0 на 6-9-2. Каждый день новые указания, он раз в полдня меняет направление. 6-6-0 на 6-9-2. А мы через минуту вернемся, и в рубрике «В движении» я вам результатец выдам. Ладно? Мгновенно говорю результаты. Внимание, вопрос был задан. Вы знаете, Борис Грызлов заявил, что налог, повышение ставки налога вдвое, за которое Единая Россия, его фракция, его партия, три раза проголосовала единогласно или почти единогласно в Государственной Думе. Плох. И нужно его не принимать, этот закон. И он просит, вообще говоря, его отозвать. И не надо, в общем. Значит, смотрите, мы говорим, это признак силы. Мужчина, который просто, ну, как бы, как настоящий титан, он может признать свои ошибки и не стесняется признавать ошибки. 7,4%. 7,4% наших слушателей. Нет, просто каждые полдня новые указания, он флюгер, и он крутится, куда вели? От 92,6%. 92,6%. В движении, где едете, что видите? 7,8,8,107,0. 7,8,8,107,0. В движении, в движении, один звонок успею. Алло, здравствуйте. А ведь, Сергей, по Грозлову нельзя? Нет, нет, по движению уже, по движению Ю. 7,8,8,107,0. 7,8,8,107,0, потому что в движении рубрика целая, а уже пришла Света Матвеева. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день, Сергей. Где едете, что видите, Сергей? Как обычно, от Кузьминок до Третьего Кольца по Волгоградке стоим. Стоите. Хорошего дня вам, держитесь. Сегодня все, кто говорит о движении в Москве, говорят о пробках. Просто мертвяк на Таганке, Ленинградка, все плохо. Все, кто звонил, говорят, движение плохое. Я удаляюсь, оставляю вам Аня Анастасия Ивановна с российской газетой. И я оставляю вам Светлану Матвееву с новостями спорта. А я пойду и проживу его этот вторник, 17 ноября. Продолжение следует.